Посвятить выходные активному отдыху – основное правило футбольной команды ветерана Анапы в день физкультурника. Традиционный матч проходит в городе-курорте вот уже более 30 лет. Для каждого игрока спорт стал не просто хобби, а стилем жизни. Я лично вообще тренер по боевым искусствам, а футбол – это любимая игра. Я думаю, что это вот с детства закладывается, когда дети во дворах бегают с мячом. Вот с этого момента и появляется эта любовь к этому виду спорта. И до самых, как говорится, зрелых лет люди играют и занимаются. На стадионе собрались футболисты со всего муниципалитета. По словам организаторов, в этом матче нет победителей и проигравших. Однако дружеская игра – это дополнительная тренировка перед Кубком Края, который пройдет уже в следующем месяце. Команда, которая сейчас будет играть одна, она выступает на Кубке Края каждый год уже много лет. И обычно всегда добивается довольно-таки неплохих успехов. Или в четверку входит, или даже в финал выходит. В то же время в скейт-парке Анапы собрались более 300 любителей уличных видов спорта. Воркаут, скейтбординг, трюки на самокатах – все это анапчане и гости курорта смогли увидеть на двухдневном фестивале продвижения. Я считаю, что люди, которые говорят, что это несерьезно, должны взять в руки самокат, скейтборд и попробовать. Ребятам стоит отдать должное, они очень мужественные, потому что они исполняют такие трюки. Судьи оценивали мастерство участников и зрелищность выполняемых элементов. Около 70 спортсменов от 14 лет получили подарки от спонсоров, а победители были награждены памятными кубками и грамотами. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.